Москва, Красная площадь, юбилейный парад, посвящённый 75-й годовщине со дня Победы. Сотни единиц военной техники и тысячи участников. С троевым шагом идут по площади курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. 400 кремлёвских курсантов шагают плечом к плечу, в их числе и третий курсник Марат Киблахов. Героизм и самоотверженность были всегда присущи кремлёвскам. Подтверждением этому 109 выпускников училища, получивших за свои подвиги и родные дела, высокие звания Героя Советского Союза, России и социалистического труда. Участие в кремлёвском параде – одна из тех жизненных целей, которую Марат стремился воплотить в реальность. Хотя в старших классах он даже не думал о карьере военного. Его больше привлекал спорт. Но в какой-то момент ему удавилось попасть в строевую часть и даже взять в руки боевое оружие. Именно в тот момент в душе и зародилась любовь к военному делу. Пробовал поступить в академию футбольного клуба «Краснодар». Не сложилось, не получилось. Потом в классе в 10-м нас отвезли в бригаду, которая стоит в Зеленчукском районе. И там я увидел, какая обстановка, как живут военные, чем занимаются. Дали мне пострелять с разных видов оружия. И с этого дня, можно сказать, понравилось мне всё это. Кремлёвские курсанты готовились к параду Победы ещё в апреле. Но из-за пандемии коронавируса репетиции пришлось прекратить. Возобновились они лишь за несколько дней до 24 июня. Когда начались выезды, раз в 10 мы выехали. Потом 16 апреля нас посвятили на карантин. Парад перенесли. И мы сидели на карантине. Просто сидели, не выходили. Когда уже президент назначил 24 июня днём парада Победы, у нас опять начались выезды, подготовка в кратчайшие сроки. Марат признаётся, что очень волновался перед выходом на Красную площадь. Однако, когда видишь в числе зрителей парада ветеранов, подаривших всему миру Победу, все тревоги отступают сами собой. Во-первых, это история, которую нельзя забывать, что сделали для нас наши деды, прадеды. Ветеранам важен такой парад, когда они сидят, смотрят на тебя. Вот у некоторых, когда ты проходишь, у некоторых даже слёзы идут, вспоминаю. Сейчас у Марата отпуск, и он полностью посвятил его семье, члены которой во время прямой трансляции парада Победы так старались разглядеть Марата среди тысяч военных. Я думала, вот это Марат, все такие одинаковые, я говорю, тут все Мараты, все одинаковые. Не то, что мы, вся улица, вся родня. После парада все звонят нам. Они тоже говорят, мы Марата видели, Марат. Нам казалось, вот все его видели, а на самом деле там никого не различишь. Впереди у Марата ещё много идей и планов. Однако участие в юбилейном параде Победы навсегда займёт место в его сердце, как одно из самых значимых событий в жизни. Алина Гидива, Далиль Мирза, Архыз, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова